Хвала Аллаху субханаху ата'аля, Господу миров, милостивому, милосердному, Царю Судного Дня. Кого же Всевышний Аллах субханаху ата'аля поведет прямым путем, то никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет в заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мир и благословение последнему пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и всем тем, кто последовали за ним до Судного Дня. О, те, которые уверовали. Бойтесь Аллаха субханаху ата'аля должным образом и не покидайте этот мир, иначе как будучи мусульманами. О, те, которые уверовали. Бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение и простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и его посланнику, преуспеет великим преуспеянием. О, те, которые уверовали. Перед началом проповеди хочу напомнить о следующем. У верующего две награды за джума. Первое – это за прослушивание худбы. Второе – это за молитву. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям запретил разговаривать во время проповеди. Во время худбы запрещается разговаривать, отвечать на телефонные звонки, либо же переписываться. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям даже запретил отвечать на приветствие. Либо же, если человек другому скажет – молчи, не разговаривай. Даже если человек сидит и перебирает камушки, либо же рисует на ковре и тому подобное. Это все является отвлекающими действиями во время худбы. И человек теряет за это свою награду. Очень часто замечаю, когда братья отвлекаются на телефоны. Отвлекаются на различные вопросы между друг другом. Не теряйте свою награду. Вот вы оставили все свои дела, торговлю и пришли на джума. Не лишайте себя награды. Это касается также и сестер, которые не оставляют во время худбы свои телефоны. Бойтесь Аллаха субханаху ата'алла. Вот те, которые уверовали. Мы с вами находимся в преддверии величайших дней. Величайшего события. Событие, которое является одним из столпов, одним из пяти столпов ислама. Это событие хаджа. Но в преддверии хаджа мы находимся в десяти днях, лучших днях в году у Аллаха субханаху ата'алла. Это месяц, это первые дни, первые десять дней месяца зульхиджа. Сейчас заканчивается месяц зульхиада. И мы находимся в преддверии месяца зульхиджа. Эти дни настолько велики у Аллаха субханаху ата'алла, что Аллах поклялся этими днями в Коране. Аллах говорит, воль фаджир, ва ляя лин ашир. Аллах говорит, клянусь рассветом. И клянусь десяти ночами. Ибн Аббас, ради Аллаху ата'алла, сказал, это имеется в виду дни месяца зульхиджа. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ассалям в хадисе сказал, нет ни одного лучшего деяния, которое могло быть лучше у Аллаха субханаху ата'алла. Либо более милее у Аллаха, нежели деяния, совершенные в десять дней месяца зульхиджа. Первые дни месяца зульхиджа. Тогда сподвижники сказали, о, посланник Аллаха, даже дихад на пути Аллаха является меньшим и менее любимым у Аллаха, нежели любое другое деяние, совершенное в первые дни месяца зульхиджа. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ассалям ответил и сказал, даже дихад на пути Аллаха. За исключением, если человек вышел на путь Аллаха и не вернулся оттуда, то есть пал шахидом. Не вернулся ни со своим имуществом, ни остался в живых. Без сомнения, смерть шахида, она является самым величайшей смертью. И дихад является самым величайшим видом поклонения в исламе. Но даже его разновидности, они в другие дни менее весомы у Аллаха, нежели простое обычное деяние, либо поклонение, совершенное верующим в эти первые десять дней месяца зульхиджа. Всевышний Аллах субханаху ата'алла повелел поминать Аллаха субханаху ата'алла в эти дни. Аллах субханаху ата'алла говорит И пусть они поминают Аллаха субханаху ата'алла в определенные дни. Ибн Аббас, рады Аллаху ахан, говорит определенные дни, о которых говорит Аллах в Куране, это первые дни месяца зульхиджа. Лучшие десять ночей в году, это ночи, последние десять ночей месяца Рамадан. Лучший день, лучшие дни у Аллаха субханаху ата'алла, это первые дни месяца зульхиджа. Лучший день у Аллаха, это день Арафа. И как подмечают исламские богословы, исламские ученые, эти дни, десять дней месяца зульхиджа, они благословены тем, что в них они в себе собирают все виды поклонения, а именно пяти столпов ислама. В эти дни верующий совершает молитву, в эти дни верующий постится, в эти дни верующий старается давать часто садака, и в эти дни он поминает Аллаха, и в эти дни совершается хадж. Настолько величайшие и благословенные эти дни у Аллаха субханаху ата'алла, что даже все, все пять столпов ислама, на чем жиждится ислам, они выражаются и появляются в эти десять дней. Без сомнения, самое лучшее деяние в эти десять дней является хадж. Хадж является обязательством каждого мусульманина, совершить его один раз в своей жизни. И пусть Аллах субханаху ата'алла одарит каждого, кто не совершил хадж, дать ему возможность сделать его. Сегодня по известным нам обстоятельствам мусульмане совершат хадж, но не в том количестве, в котором все мы привыкли видеть. И это все по предопределению Всевышнего Аллаха. Но наряду с хаджем, верующий уподобляясь паломникам, совершает очень много видов поклонений. Какие? Первое, это молитва. Это пятикратная молитва, совершенная вовремя. Аллах субханаху ата'алла говорит в Коране. И была им предписана молитва, совершение ее в определенное время. Первое, это совершение пятикратной молитвы. Является одним из лучших деяний, которые бы мог совершить верующий в эти десять дней месяца зульхаджа. А именно, совершение этих молитв в ее время. А также множество дополнительных других молитв. Посланник Аллаха салаллаху алейхи в салям в хадисе говорит. Часто делайте суджуд. Часто совершайте земной поклон. Ведь за каждый суджуд, за каждый земной поклон Аллах возвеличивает тебя на степень и прощает тебе твои упущения. За каждый твой суджуд перед Аллахом ты поднимаешься у Аллаха на степени. И Аллах прощает тебе твои грехи. Человек должен понимать всегда, что он не может быть настоящим мусульманином. Достойным мусульманином. Если он не преклоняет свой лоб перед Аллахом. Если он говорит, я мусульманин и не совершает намаз, не делает пятикратный намаз, то он сам себя обманывает. Правильное понимание ислама означает, когда я говорю, я мусульманин, я покорный раб Аллаха, Аллах мой Господь, значит мой лоб преклоняется только лишь перед ним. И как сегодня много мусульман обманул шейтана, которые нашли кучу оправданий для себя, которые говорят, я очень занят, я очень устаю, или я болен и тому подобное. И он не может найти пяти минут для Аллаха, субханаху ата'аля, а просит у него множество. Просит у Аллаха здоровья, сила, удела, еще и рая. Но если ты не преклонил ни разу перед Аллахом свою голову, ни разу не полнить перед Аллахом, на что же ты надеешься? И поэтому лучшее деяние, лучшее деяние, которое верующий может совершить, это пятикратная молитва. А затем дополнительные намазы, приветствие мечети, сунны перед намазами и сунны после намазов. Это добровольные виды намазов. Одним из лучших деяний в первые 10 дней месяца Зульхиджа является пост. Существуют хадисы, в которых упоминается, что посланник Аллаха, не постился эти дни. Но существуют хадисы, также в которых упоминается, что он постился. Несмотря на это, первый хадис, который мы упомянули о совершении лучших благих деяний, сюда и относится также пост. И поэтому, если мусульманин будет усердствовать и поститься в 10 дней месяца Зульхиджа, то это лучше. Ведь Аллах, субханаху ата'аля, в священном хадисе сказал, все деяния сынов Адама для него, кроме поста. Пост для меня. И я вознагражу за него. И поэтому пост в месяц Зульхиджа в первые 10 дней является желательным. А особенно пост в день Арафа. Это девятый день месяца Зульхиджа. Это день, когда паломники стоят на горе Арафат. И посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям сказал, я надеюсь, что Аллах, субханаху ата'аля, простит грехи года, который был после него. Посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям побуждал верующих, чтобы они постились в этот день Арафа. В этот день Арафа. И он говорил, я надеюсь, что Аллах, субханаху ата'аля, простит грехи за год до него и год после него. И поэтому награда за пост в день Арафа величайшая Аллаха, субханаху ата'аля. Ведь верующие уподобляются паломникам. Паломники в этот день не постятся, но они пребывают в лучшем виде поклонения. И поэтому желательно верующему уподобляться паломникам и пребывать в лучшем состоянии. Лучшее состояние это пост. И поэтому не упустите сунну посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах, субханаху ата'аля, дарует нам свою милость и свое прощение. Простите у Аллаха прощение и прощающие милосердия. Одним из лучших деяний, на которые стоило бы обратить внимание в эти 10 дней месяца зульхиджа это поминание Всевышнего Аллаха. Это сунна посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям поминать Аллаха часто тахбирами, тахмидами, тахлилями. Это словами Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Ла Иллаха Илла Аллаха, Аллаху акбар, Аллаху акбар валиллах илхамд. Эти зикры и эти тахбиры желательно делать на протяжении 10 дней месяца зульхиджа. Умр бульхаттаб радия Аллаху альхи вассалям. Его сын Абдуллах бульхаммар Абу Хурейра радия Аллаху альхи вассалям. Громко. Они заходили на рынок, когда видели, что люди увлеклись торговлей и забыли поминание Аллаха, они громко поминали Аллаха. Это было напоминанием для людей и люди громко поминали Аллаха, что звук либо же шум поминания Аллаха субханаху атеаля издавался за территориями рынка. Это сунна утерянная либо же забытая сегодня многими мусульманами. Помните слова посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям «Тот, кто воскресит или оживит мою сунну, то ему будет награда того, кто совершает эту сунну. И не лишится он своей награды, а будет ему награда его и тех, кто совершает эту сунну. И поэтому время такбира начинается с ночи, когда начинается первые дни месяца Зульхиджа. Лучшим деянием в эти дни являются дуа и стихфар. Мольба к Аллаху субханаху атеаля и прощение Аллаха субханаху атеаля о прощении либо же раскаяние. Это лучшие издеяний. Посланник Аллаху субханаху атеаля а дуа сказал дуа является сутью поклонения. Когда ты нуждаешься в Аллахе, когда ты полон нужд, когда ты полон забот и проблем, и ты приходишь к Аллаху субханаху атеаля сломанным, нуждающимся, поднявши руки к Аллаху субханаху атеаля и просишь его. Аллах говорит и отвечает на твой дуа в Куране. Аллах говорит и сказал ваш Господь взывайте ко мне и я отвечу вам. Аллах говорит Аллах говорит когда тебя мои рабы спрашивают обо мне о Мухаммад то скажи я близок и отвечаю на мольбу просящего. Всякий раз когда ты нуждаешься в чем-либо ты в затруднении ты желаешь решения своих проблем. ты желаешь решения проблем кого-то ты желаешь для себя спасения от огня ты желаешь для себя рая тогда спеши поднять руки к Аллаху и просить у Него и будь уверен в том что Он ответит ведь Он сказал взывайте ко мне и я отвечу. Аллах позвал вас позвал нас чтобы мы взывали к Нему. Порой мы лишаемся этой величайшей милости и лишаем сами себя когда мало взываем к Аллаху когда очень мало взываем к Аллаху а когда мы поднимаем руки то мы даже не знаем как правильно попросить у Аллаха только потому что мы редко взываем к Аллаху. Величайшим деянием является тавба покаяние и стихфар. Аллах говорит астагфируллах 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 ваатубу илей говорит это часто ведь посланник Аллаха саляллаху алейхи ва салям тот кому был обещан рай он больше ста раз в день делал стихфар просил у Аллаха прощения и просил у Аллаха помилования мы же которые не имеем этих билетов в кармане а живем так как будто мы уже находимся в раю и мало просим у Аллаха прощения и поэтому Мунух алейхи салям говорит и Аллах помиляет это в Коране и я сказал им просить у Аллаха прощения делать стихфар поистине Аллах прощающий посредством множества стихфара результат будет следующий Аллах не спошлет на вас обильный обильный дождь Аллах даст вам потомство Аллах даст вам богатство Аллах даст вам сады и откроет для вас реки откуда вы не ожидали и поэтому если ты желаешь рыска удела богатства делай стихфар если ты желаешь детей или внуков делай стихфар если ты желаешь урожая барака в твоей торговле в твоей работе делай стихфар и стихфар является ключом всех благ этого мира но если бы люди только поразмыслили и задумались и одним из величайших благих деяний эти 10 дней является курбан является курбан после праздничной молитвы на 10 день месяца дзульхиджа об этом иншаллах мы поговорим более позже но хочу напомнить ас-сунни посланник Аллаха салаллах он запретил для того который намерился и намеревается делать курбан он запретил чтобы он с наступлением 10 дней месяца дзульхиджа стриг свои ногти стриг свои волосы сюда относятся усы волосы ногти и тому подобное и поэтому каждый кто вознамерился сделать курбан то ему не следует с наступлением 10 дней месяца дзульхиджа притрагиваться к своим ногтям и поэтому сегодня Аллаху Алям возможно последний день и поэтому сегодня до Магриба желательно чтобы постригли возможно еще будет завтра еще один день Аллаху Алям насколько мне известно сегодня 29 дзуль дзуль и поэтому следите за лунным календарем и знайте это повеление посланника Аллаха салаллаху алям я прошу Аллаха субханаху алям чтобы он дал нам барака в куране я прошу Аллаха чтобы он дал нам барака в наших знаниях в нашем имуществе в наших семьях в наших детях я прошу Аллаха субханаху алям чтобы он простил нам наши грехи явные и тайные просите у Аллаха прощения и тем прощающим милосердным Продолжение следует...